Hello, the tea heart! Всем привет! Меня зовут Анна Кузина. Я чемпион мира по китайскому языку. О чем мечтают китайцы? Кто знает китайцев поближе, долго сомневаться не будет и скажет сразу. Это деньги. Да, все банально. Китайцы мечтают о деньгах и не скрывают этого. И, по-моему, у них неплохо получается. Не успели мы тут все с вами оглянуться, а они уже впереди планеты всей. Вчерашние крестьяне пополняют ряды среднего класса. Средний класс богатеет. Блогеры через 3-6 месяцев активных продаж становятся долларовыми миллионерами. То есть происходит это довольно быстро. Как же они это делают? Может, китайцы владеют какой-то волшебной техникой? Хотите узнать секрет? Не переключайтесь. Здесь все просто насквозь пронизано идеей обогащения. Про духа богатства говорят, что он даже не один. Их там целая иерархия. В общем, черт ногу сломит. Все настолько смешалось, что только буру разберет, где сила вселенной, а где народная фантазия. А пельмени похожи на серебряные слитки. То есть опять привязка к деньгам. И даже на том свете человеку не дают покоя. В Пекине есть особый рынок, где можно купить специальные поминальные деньги, а можно открыто заявлять о своей тяге к деньгам и получать их. И поэтому в один прекрасный день они сказали, что больше не будут голодать и стали пахать, чтобы покончить с этой историей. Огромное количество богатых китайцев можно найти в мировом списке Forbes. Деньги всегда приходят под запрос. Пока не избавишься от старого, новое не придет. Признавайтесь честно в комментариях, любите ли вы деньги? Для начала пару слов, почему китайцы так любят деньги и в чем это проявляется. Если присмотреться к китайским традициям, привычкам, особенностям менталитета, можно убедиться, что здесь все просто насквозь пронизано идеей обогащения. Приведу буквально несколько примеров. На Новый год люди в первую очередь желают друг другу богатства. Порой так и начинается диалог. Не с Новым годом, как мы с вами привыкли, а желаю тебе богатства. В Китае даже самая популярная новогодняя песня так и называется. Желаем вам богатства. Гунг ши фа цхай. Эту песню исполняет мегапопулярный китайский певец Лю Дэ Хуа. Еще интересный момент. В китайской культуре самое популярное божество – это дух или бог богатства. Цхайшэн. Ему поклоняются на Новый год, отводят ему специальные уголки дома, подносят яблочки, мандарины, жгут благовония. И это при том, что про других духов толком никто ничего и не знает. Они как бы забылись. А про духа богатства говорят, что он даже не один. Их там целая иерархия. В общем, черт ногу сломит. Насчет денег также есть куча суеверий и правил по фэншую. Все настолько смешалось, что только гуру разберет, где сила вселенной, а где народная фантазия. Итак, чтобы были деньги, на входе в рестораны, компании очень часто ставят аквариумы с рыбками. Потому что рыба в китайском языке созвучна со словом излишек, достаток. Также могут ставить фонтаны, так как текущая вода ассоциируется с бесперебойным движением финансов. Еще на входе любят ставить котов. Это так называемые джаоц, хаймао, коты, которые привлекают богатство. Сейчас очень много споров по поводу того, китайские эти коты или японские, но на самом деле это не важно. Самое главное то, что их ставят для того, чтобы они привлекали деньги. Дальше. Из традиционных новогодних блюд самые главные это рыба и пельмени. Ну, с рыбой уже все понятно, потому что это слово созвучно со словами достаток, излишек. А пельмени похожи на серебряные слитки, то есть опять привязка к деньгам. Еще интересно то, что на свадьбы, на рождении детей, на Новый год детям дарят красный конверт с деньгами. То есть не игрушки, не сувениры, а опять же деньги. Все крутится вокруг денег. И даже на том свете человеку не дают покоя. После смерти в особые дни, например, на день поминовения предков, человеку перечисляют так называемые транзакции. То есть переводят ему специальные деньги. Осуществляется это через обряд сжигания. То есть китайцы идут в специальные места. Тут, например, в Пекине есть особый рынок, где можно купить специальные поминальные деньги. Их сжигают, и человек на том свете их получает. Также он может получить бумажные яхты, машины, дачи и, в общем, все прелести современного мира. Чувствуете, да? Китайцы не скрывают свою любовь к деньгам. Возможно, поэтому деньги так их и любят. Есть над чем задуматься, согласитесь. Можно строить из себя высоконравственного человека, которому деньги не нужны, но злиться на все вокруг, что денег мало. А можно открыто заявлять о своей тяге к деньгам и получать их. Хм, почему же китайцы так любят деньги? Здесь ничего хитрого. Они слишком долго были бедны, и им это откровенно надоело. Полуколониальное положение, войны, голод. Старое поколение до сих пор помнит, что такое, когда нечего есть или не из чего выбрать, и приходилось жевать одни кукурузные лепешки. Поэтому вокруг денег выросло столько суеверий и традиций. И поэтому в один прекрасный день они сказали, что больше не будут голодать, и стали пахать, чтобы покончить с этой историей. Я не буду голодать. Бог свидетель. Я солгу, украду, убью, но больше никогда не буду голодать. Никогда. Звучит красиво, но именно так и началось строительство нового Китая в середине прошлого века. Этот процесс еще не завершился, и, конечно, бедные люди еще есть, но также и видны крутые результаты. Не буду посвящать вас статистику, вы, безусловно, сами можете это найти в интернете, но если сказать в целом, то наверняка вы видели своими глазами, как китайцы выстраиваются в очереди, чтобы купить дорогие бренды. Вы видели экономические показатели, как Китай выходит на первые позиции по многим показателям в мире. То, что огромное количество богатых китайцев можно найти в мировом списке Forbes и так далее. Про это можно говорить очень долго. Миллионер Светлана, сделайте мне, пожалуйста, чашечку кофе. И найдите, пожалуйста, моего мультимиллионера-водителя Серегу. Пусть он подгонит мой любимый Rolls Maybach X5. Как у них это вышло? Конечно, дело не в суевериях и традициях. Дело в осознанности и принятии реальности. Как говорят китайцы, богатство – это не просто усилие и труд, это особое мышление. А мышление – это что? Во-первых, это четко обозначенное намерение, четко поставленная цель. Человек, который однажды стал богатым, стал таковым не потому, что ему на голову свалилась лотерея, а потому что он четко знал, сколько ему нужно и зачем. Деньги всегда приходят под запрос. Во-вторых, это отношения. Пока в нашей культуре боязно признаться в своей жажде денег и стыдно брать деньги за свой труд, китайцы запросто заявляют о своей любви к деньгам. Они даже в соцсетях напрямую говорят, что я пришел сюда делиться своими знаниями, чтобы заработать на этом деньги. В-третьих, это ответственность и желание рисковать. Без этого никак. Богатство, деньги – это всегда про ответственность. Ответственность за других людей, риск что-то потерять. Причем не обязательно те же деньги. Это также могут быть друзья. Это риск потерпеть неудачу. Не каждый к этому готов, согласитесь. Для этого должно быть гибкое мышление, желание пахать. Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях. Да, еще поменьше работать. Ну, материальные блага необходимы, в этом нет ничего предусудительного. Но все же нужно заслужить их. Надо приложить какие-то усилия. И последнее – это готовность измениться. Как рассуждает бедняк. Я хочу оставить все, как есть, и при этом получить то, чего у меня нет. Но так не бывает. Хочешь получить все – измени все. Хочешь получить часть – измени часть. И снова китайская мудрость. Пока не избавишься от старого, новое не придет. Это касается и старых вещей, и старого багажа, и старого мышления. Подробнее обо всем об этом я рассказываю на своем авторском курсе «Ключ к мечте». Ключ к мечте – это уникальное сочетание китайской философии, европейских психологических практик и моих личных лайфхаков по достижению целей и реализации желаний. Причем не только в области финансов, но и вообще во всех сферах – любви, карьере, здоровье и семейных отношениях. Без всякой эзотерики и волшебства. Только рабочие техники, которые помогут вам найти внутреннюю опору, научиться планировать время и финансы, отпускать старое и впускать новое, расширять свои внутренние границы, позитивно мыслить и осуществлять ваши цели. Подробнее можно почитать по ссылке, оставляю ее в описании. Не забудьте почитать отзывы, это моя любимая часть, они реально вдохновляют. Это мой самый сокровенный курс, потому что в нем я делюсь всем тем, что помогло лично мне добиться успеха и осуществлять свои цели и желания. Ну а на сегодня у меня все. Признавайтесь честно в комментариях, любите ли вы деньги, и да пребудет с вами богатство. Пока-пока, до встречи в следующих видео и в комментариях.